здравствуйте дорогие друзья меня зовут светлана и вы на канале цветочный уголок хочу сегодня вам провести небольшой обзор моих хлорофитумов коллекция у меня такая небольшая но есть несколько сортов вот начну с самого такого распространенного это хлорофитум кудрявые или бони он у меня первый появился такой красавчик у меня два экземпляра этого растения но вот этот принципе не мой я его как тепло настанет я его отправлю девушки которые я должна была в принципе прошлом году отправить но вот по моей невнимательности я не увидела что она его заказала вот ну ничего страшного обязательно отправлю я помню он уже очень хорошо подрос здесь несколько растения даже вот не могу сказать ну два точно есть вот вот такой уже стал хороший большой вот последний лист такой крупный выпустил дай мне вот это тоже все хорошо они растут у меня этот хлорофитум был прошлом году прям большой большом горшке рос но больше объем я не хотела давать так как уже некуда было ставить эти большие кашпо я его разделила и вы знаете несколько черенков я продала но вот мое растение почему-то очень сильно болело вот может быть и повредила корневую сильно вот или что-то или вот так вот приживался долго но вот в принципе сейчас уже все хорошо листики вот выпускает растет уже даже здесь он разделился здесь уже три три растения вот сидит он меня вот в таком квадро горшке кашпо вот мне некоторые пишут что не могут справиться с хлорофитумом он сильно сохнет ну у меня тоже бывает вот видите кончики подсыхают я просто беру иногда вот когда там полив у меня до поливаю осматриваю я вот так вот буквально немного наискось не не прямо вот мне нравится когда вот так вот и срезаю вот эти сухие кончики сейчас вот я смотрю вроде бы нормально нету особо вот чуть-чуть буквально срезаю вот где сухое и все так что следующее это уже мои новинки хлорофитум атлантик вот такой красавчик у него такие тонкие листочки темно-зеленые и посередине полоса такая она не белая салатовая вот у него смотрите деток выпустил кстати знаете что хочу показать рядом с ним у меня стоял такая палочка фикус фикус каучуконосный он был ну был видите к сожалению он у меня пропал вот и вот это вот сейчас покажу друзья вот эта стрелка она упала в этот горшок вот так сейчас я покажу вот и вот эти вот здесь по моему две детки они уже вросли я хочу их сейчас пересадить сейчас когда покажу вам все хлорофитумы мы отсадим она уже хорошо так приросла я уже отрезала от материнского растения вот такая вот детка сюда решила поселиться так вот ну вот значит такой атлантик красавчик у него в принципе вот есть немножко ветер поближе покажу кончики подсушивают но я думаю что это особенность всех хлорофитумов без этого редко когда они растут чтобы не не отсушивали не знаю если только влажность где-то знаете в теплицах влажность где повыше там я думаю что они будут без проблем так хлорофитум гавайский паук очень красивые хлорофитум вот видите у него тоже кончик я вот так вот беру и все у него более широкие листочки вот и полоса тоже такая светлая посередине хорошие такие листья твердые как кожистые вот принципе растет они у меня очень хорошо подросли приходили ну буквально вот наверно в половину они выросли здесь вот наверно будет детка вот растет снизу такой гавайский паук так это хлорофитум капский вот тоже такое высокие зеленые узкие листья у него здесь тоже немножко подсохло вот видите вот такие листья у них знаете отличаются прям по форме разные листочки так это хлорофитум океан очень красивый хлорофитум кстати уже разделился два растения тоже узкие такие листочки и у него варигат нас идет по краю то есть если у некоторых если вот сейчас покажу у бони видите по середине полоса а у океана по краям вот на нижних листочках очень хорошо видно узкие листья также вот у него красивый красивый такой у него все хорошо ну такие знаете вот такие я прям на них не обращаю внимание это прям можно сказать все нормально так вот последний мой хлорофитум который я покупала в обе сейчас я скажу как он называется где-то я написала вот это хлорофитум камозум бони то есть это тоже бони да ну камозум вот он у него очень понравился мне он почему темно зеленые листья если у традиционного такого бони кудрявого светло зеленые такие можно сказать салатовые а у этого темно темно зеленые с такой белой полосой посередине вот у него тоже смотрите выпустил деток вот сколько время прошло я его мы были в обе 3 3 января сегодня у нас 12 ну вот 9 дней до всего лишь 9 дней ну пока я его уже пересадила есть видео можете посмотреть вот пересадила ну пока в принципе вроде бы он чувствует себя неплохо сухих пока нету ничего я ничего не обрезала вот вот ну может быть где-то снизу он что-то и отсушит это я думаю нормально вот 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 такой красавчик и а единственное вот здесь была у него видать детки здесь были отсушил немножко я отрезала вот здесь какой-то ростик пошел вот посмотрите видите видно да очень густой такое кустик я его там не стала делить потому что был такой прям земляной ком весь в корнях я не стала его травмировать сильно вот очень мне нравится красивые вот так ну вот вот такая небольшая коллекция у меня хлорофитума так друзья давайте вот этого малыша пересадим я здесь стаканчик вот такой вот приготовила так сейчас я его аккуратненько капну здесь вот ну в принципе да корешки вот есть смотрите какой корешок беленький хорошая сейчас моего вот в этот горшочек пересадим так здесь их два таких вот такие детки но они видите на одной веточке я не буду этот совсем прям маленький не хочу я и я думаю что он и не пойдет вот так вот так прям корешок хорош такой крепкий он прям зашел вот так вот так все вот такой малыш малыш малыши то есть будут теперь здесь у меня расти и вот 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 такая красота вот вот все друзья до свидания вот вот Продолжение следует...